Рождественские ярмарки – это неотъемлемый атрибут праздничного сезона в Германии. Но этот базар на западе Берлина уникален. Одна из тем здесь – Украина. И уже не в первый раз. С 2014 года международным партнёром рождественской ярмарки напротив дворца Шарлотенбург выступает город Киев. Здесь из года в год выступали украинские музыканты, а на открытии бывали послы Украины и даже мэр Киева Виталий Кличко. В этом году в самом центре базара павильон с выставкой под названием «Цена свободы» про последствия войны в Украине. Несмотря на тяжёлую тему, гости ярмарки часто подходят и интересуются, рассказывает Наталья Ширяева. А также жертвуют на помощь Украине. «Мы хотим показать людям, что пока в какой-то части мира празднуют, в Украине идёт война. Чтобы они не забывали, какой ценой даётся свобода. Чтобы люди видели это собственными глазами. Некоторым на это действительно больно смотреть. У них выступают слёзы». Рядом с выставкой продаются украинские сувениры. Их охотно покупают гости базара. «Украинский мастер сделал собственными руками эти статуэтки. Это персонаж из украинской мифологии. Все вырученные от продажи деньги идут на помощь Украине. Также у нас есть бавовна, которую сделала украинская рукодельница. У нас много украшений. Иностранцы особенно интересуются этими украшениями. Они интересуются культурой Украины. Вышиванки, ручная работа, машинная работа. Они все очень разные, но все красивые». Наряду с традиционными немецкими сосисками и глинтвейном здесь можно попробовать и украинские национальные блюда. В палатке у Анастасии Пеньковской бограч, шашлык, рождественская кутья и узвар. А также сало с горилкой. Но самое популярное блюдо – это вареники с мясом или картошкой. Мы тоже не смогли удержаться. «Здесь даже можно попробовать настоящие вареники. Очень вкусно». Анастасия рассказывает, что за вкусом дома к ним часто приходят украинцы. И те, кто бежал от войны, и те, кто давно живет в Европе. А многие иностранные гости ярмарки впервые пробуют украинские блюда. «Люди могут тут пообщаться, получить информацию про Украину, про ситуацию, про то, где и чем можно помочь. Что можно сделать, ну и поесть украинской еды. Узнать, что Украина – это не только место, где разбомбили города, но что там также красиво и вкусно». Вареники и бограч Анастасии расходятся на ура. «Нам очень нравится что-то необычное, а то всегда эти сосиски. Мы поэтому и выбрали этот стенд, чтобы попробовать украинскую кухню. Что-то новенькое для нас». «Вы уже попробовали, и как вам? Вкусно». «Мне кажется, это прекрасная идея, что Украина представлена здесь этим стендом. Это напоминает нам о том, что происходит в мире. Мы должны использовать любую возможность, чтобы немного помочь». Рождественская ярмарка перед дворцом Шарлоттенбург – одна из самых красивых в Берлине. Но в этом году, возможно, она состоится в последний раз. Фонд, который владеет дворцом и садами, хочет построить на этом месте центр для посетителей. Но организаторы намерены отстоять ярмарку, чтобы и в следующем году предоставить площадку для гостей из Украины. Редактор субтитров А.Семкин